Микроскопы 2 Туда, где тебя не ждут И что тебе не показывают А как, собственно говоря, происходят Те самые научные исследования О которых я говорю С чего они начинаются И как они начинаются Начинается все с того, что нужно владеть Хоть какими-то приборами Для многих Начинающих, особенно исследователей Вот таких конструкций Вполне на самом деле достаточно Вопрос, что и как Смотреть, что, собственно говоря, вы хотите Увидеть, что вы хотите Какую проблему хотите решить Самое главное в научном исследовании Это не использование Методов, например, новомодных Молекулярно-генетических Иммуногистохимических Раньше количественных Биохимических, еще более раньше И так далее, можно продолжать до бесконечности 99% Научных исследований Это дань моде То есть в какой-то лаборатории Или в институте Осваивают 2-3-4 модных метода А дальше все происходит очень просто В рамках этих модных методов Формируется некое направление Науки или псевдонауки Под которые все подгоняется То есть задачи искусственно сужаются Под методы Стратегическая парадигма Урезается до возможности метода И так далее Но в результате, конечно, методические Некоторые успехи есть И какие-то тонкие вещи находят Действительно, они, как правило, являются частными И никак ни наше мировоззрение Ни знание о природе Существенно не расширяет Это такие уточняющие направления Поэтому Очень полезно не осваивать методы Не осваивать тонкие приемы Очень важные, очень нужные В качестве методического арсенала А использовать их для решения конкретных задач Вот конкретные задачи в морфологии Они начинаются с того Чтобы понять, что как устроено То есть как устроен орган Какие сосуды входят, какие нервы Какие клеточные элементы Как их много, какие не разнообразные В чем специфичность И тогда, опознав морфологическую структуру И перейдя близкие к ней Физиологию, биохимию, молекулярную биологию Мы начинаем разбираться в том Как этот орган работает И от чего он зависит Но начинается все с самого простого Начинаются структуры органа Которые надо знать Иногда это приводит к патологическим событиям Когда человек, занимающийся тем или иным предметом Абсолютно себе не представляет Как устроено то, чем он занимается Он имеет дело только с клетками Или с экстрактами Которые выделяет из этого органа А все остальное остается у него за кадром Что бы такого не было И существует морфология Микроскопическая анатомия Гистология И другие области знаний Которые мы и занимаемся Как же все это происходит Надо начинать, конечно С рабочего инструмента С микроскопа И попытаться с его помощью Получить какие-то знания Поскольку была большая передача С питьем водки У пучкова, то бишь гоблина В Санкт-Петербурге Где я собирал миног Вот теперь эти самые миноги Которых не удалось там пожарить А пришлось зафиксировать И сохранить для науки Вот эти сами мои миноги Будут нашим тестовым объектом исследований На которых я покажу Как это происходит Ну все начинается С подготовки микроскопа Представим себе Что вы купили Где-нибудь в подержанный Старый микроскоп И пытаетесь его привести в порядок Так, как я на ваших глазах Сейчас это сделаю С микроскопом Доставшимся мне в наследство От Зворыкина Значит, он, к сожалению В сломанном состоянии Но когда-то был новым Но его и судьба Достаточно сложная Потому что этот микроскоп Был куплен на фирмы Карл Цейс в Санкт-Петербурге Был магазин Лоренса Где, видимо, его и приобрели Для матери Вадима Петровича Зворыкина Известного кушерогинеколога Она была в одном из первых наборов Женщин, которые получили Высшее образование в России Ну и родители подарили ей Вот такую штуку Микроскоп для работы Тогда врач без микроскопа Это было странно довольно-таки Это сейчас не странно Потому что, ну, врачи соответствующие Он так и путешествовал С семьей Зворыкиных До самой смерти Вадима Петровича Но сам Вадим Петрович был человек Творческий, как хорошо известно И он там с ним поработал То есть пристроил для каких-то Научных целей Отодрав отсюда макровинт Ну и подразрушив эту систему В соответствии с научными задачами То есть так, что им пользоваться Уже невозможно Ну поэтому моя задача входит Перебрать его полностью Значит, подобрать замену Значит, макровинта Или его вытащить по новой Или переставить С какого-нибудь старого микроскопа Ну и, соответственно Подготовить к исследованию Поскольку Минок Я буду исследовать Просматривая препараты И зарисовывая Что самое важное Для этого еще придется сделать Специальную деревянную подставку Для работы с рисовальным аппаратом В общем, комплекс подготовки начался Я думаю, что это будет интересно Но пока работа в самом разгаре Прошло примерно две недели И вот, уважаемые господа Микроскоп Который я начал чинить Он уже почти починен То есть здесь появился макровинт Микровинт тоже работает прекрасно Его удалось восстановить Видите, это поскольку Микроскоп принадлежал еще Матушки Вадима Петровича Зворыкина И он мне говорил Что в 30-е годы Когда он был еще мальчишкой Она жаловалась Что вышел из строя микровинт Ну вот, через 90 лет Его удалось починить И поэтому Сейчас как бы микроскоп Полностью готов к использованию То есть он налажен Отстроен Почищен То есть вот таким простейшим прибором В который неплохо видно И вот сейчас вы увидите Что там видно Значит, можно проводить большие работы Посмотрите на изображение На разных увеличениях Вот видите, на маленьком увеличении В качестве препарата Здесь используется Минога Та самая, для которой этот прибор строится Это горизонтальный срез Миноги Ну, видите Здесь много органов и систем Которые очень хорошо видны Сделаем увеличение побольше Вот видите Переход на большее увеличение Показывает Что и на большем увеличении Работает чудесно И еще больше Массивную мерсию ставить не будем Поскольку это отдельная технология Отдельное время Пока ограничимся тем Что нам нужно для изучения Обзорных препаратов Миноги Для изучения препаратов Почему такие микроскопы Я использую Не из-за того, что Я как-то выпендриваюсь Использую эти самые Золотистые трубки Нет, речь идет не об этом Эти микроскопы Позволяют максимально сократить Расстояние между препаратом И человеческим глазом Чем меньше препятствий Чем меньше стекла Тем ближе контакт с препаратом Ну и к тому же он позволяет делать Еще одну вещь Которую довольно затруднить На современных микроскопах Которые обладают Прекрасными видео и фотокамерами С прекрасным способом Архивирования, анализа материала Да, конечно Но потом с этими накопленными Материалами надо работать А начиная шараготься Приходится опять возвращаться К препаратам Что собственно Делает работу такую Низкоэффективную Поэтому я использую Разные старинные приемы Которые почти утрачены В настоящей гистологической науке Что же я сделал Для того, чтобы подготовиться К исследованию Миноги Ну, во-первых Здесь есть прекрасное свойство Микроскопа ломаться Видите, наклоняется Здесь нету призм Которые делают наклонные изображения И я сделал специальную подставочку Вот такую Которая позволяет Рисовать под наклоном Что мы делаем Мы делаем следующее Мы ставим микроскоп под углом Так, чтобы плоскость препарата Сравнивалась с плоскостью этой подставочки И используем очень интересную вещь Это один из последних советских препаратов Этих прекрасных приборов Для рисования С помощью микроскопа Это так называемый Рисовальный аппарат То есть это устройство Изобретенное еще Эрнстом Абба Больше столетия Почти 150 лет назад Мы протираем потихонечку Делаем его Попрозрачней Он немножко Загрязнился За 60 лет Поэтому надо его привести в порядок Мы зеркало протираем И сейчас попробуем его установить На этот микроскоп Для этого снимаем окуляр И вставляем специальный держатель Который тоже обычно нуждается в чистке В чем фокус этим держателям? Дело в том, что эти держатели Как правило внутри себя Обладают специальной призмой Это с одной стороны А с другой стороны Они обладают специальными Цветными стеклышками Вставленные в барабан Которые меняют На самом деле плотность света То есть позволяют выравнивать Освещение в микроскопе И освещение на столе Вот за этим надо за всем следить Чтобы они были без пыли и грязи И спокойненько использовать Мы ставим эту конструкцию На микроскоп Откидываем Ставим окуляр Смотрим, что у нас получилось Выравниваем по вертикали Так, чтобы было без искажений И затягиваем Вот такая примерно картинка И теперь устанавливаем Под углом 45 градусов Рисовальный аппарат Выполненный на заводе Лом Что мы добиваемся? Мы добиваемся того, что изображение Препарата Изображение на бумажке Которое я буду рисовать Карандашиком Оно идентичное Таким образом я могу точно и быстро рисовать То есть я буду рассматривать препараты Очень внимательно И то, что мне нужно Я буду помечать Ну, как бы заметки Сейчас, конечно, можно делать нажатием кнопки Но потом очень тяжело С этим работать Потому что нужно в голове суммировать Потому что основные события В исследовании препарата Происходят не в мониторе Компьютере И в компьютере А в голове И поэтому ей полезно пользоваться Особенно при детальном изучении Или переописывании каких-то материалов Особенно настолько сложных И масштабных Как головной мозг Миноги Итак, уважаемые зрители Вы увидели, что За каких-то две недели Не спеша в свободное время Я смог починить микроскоп Который буду использовать Это микроскоп достаточно совершенный Рисовальный аппарат К нему был приспособлен РА5 советского производства И кроме этого Была сделана специальная подставка На которую я буду рисовать Что же я буду делать? Я буду просматривать Серийные препараты Срезов через голову Миноги Вместе с мозгом И пытаться разбираться С тем Как иннервируется Система Головы Почему? Потому что до сих пор Те же самых Миног Исследовали очень хорошо И знаменитая монография Третьякова Вот такой толщины Значит, она Имеет Сегодня вес Она называется Органы чувств Речной Миноги Очень интересная монография Но тем не менее Детальный анализ Черепно-мозговых нервов Даже в толстенной книге Под руководством Ньюэнниуса Которая вышла не так давно В область сравнительной Анатомии нервной системы Не дает исчерпывающих сведений По поводу черепно-мозговых нервов Их так близенько к мозгу Обрезают при выковыривании Головного мозга Поэтому, чтобы оценить И детально исследовать Нужны тотальные срезы Через всю голову и ноги Чтобы был как мозг Так и нервы Так и органы мишени Вот этим я, собственно говоря На ваших глазах И займусь При съемке следующего Познавательного ролика А пока До свидания